сейчас так это вот это наше устройство и что он даже с пальцев ловит вот это вот это он уже с пальцев ловит это самое то есть вы нашли вариант одна рука один а те два туда разница потенциала между руками получается да показывает биение сердца вот это биение сердца мигают и вы передаете этим по блютуз по вайфаю ничего себе только сейчас тут секунду или через это через юсб шнур то есть вы хотите сказать что вы сделали сайт на котором графическими этими самыми тогда вы мне расскажите подробнее как у вас работает этот доступ через вайфай это очень интересно вот сердце все-таки просто с пальцев не всегда хорошо меряет но я вижу да она мигает но снова но не важно это же уже детали вот ребята мне надо расскажите подробнее как вам удалось на сайт и во-первых нарисовать вот это вот это вот же что это это в самом есть 32 вот этот нет это программа хорошо посылаете по какому-то протоколу эти данные да то есть цифры а как вы это принимаете потом вы на заходите как на сайт или наоборот она посылает вам туда как он сервер да каком режиме клиент сервер точка доступа как сервер да то есть вы на него заходите по ip-адресу так должно быть ну почти почти пользуемся югипи сначала мы используем югипи на рассылку посылаем запрос в сеть так и все сп откликаются на него ага и тут у нас даже если мы допустим скан ну покажите если как это можно сделать вот так да без сигнала он у вас должен вывести список этих успешных да или там в файл сразу не выводит не выводит просто поскольку там идет сигнал он видимо перебивая все то есть в один поток сейчас выпадет но уже сейчас нужно сброс нажать не хочет да ладно здесь а здесь мы видим его да у нас просто мы соединяем телефон телефон не работает из-за этого у нас сейчас не выводит ничего основе не может обнаружить наш ну хорошо хорошо ладно вы же этот протокол придумали сами передачи какие-то числа придумали там как он у вас сначала мы отправляем запросы на поиск так сп они отправляют ответ уже через tcp и мы уже подключаемся к нужному нам контролю то есть здесь у вас программе на компьютере вы выбираете нужное нужные сп да и там у вас от вас идет поток данных и вы сделали значит приложение данное на ноутбуке это приложение или это типа браузер приложение приложение на ноутбуке который этот поток данных превращает в такую вот таблицу да там числа идут числа просто идут ага понятно и если мы видим на экране то что здесь происходит мы видим то что на лабора то есть как видите сердце да да то есть мы можем определить и работает датчик или нет да 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 сравнить но есть немного проблемы с датчиком в плане то что там еще надо специальная масса такая которая электронная конечно 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 но иногда можно сработать может работать то есть вы получили опыт снятия потенциалов с кожи оказалось что там не все так просто там нужно специальный гель чтобы была хорошая проводимость ну это тоже все опыт хорошо хорошо так и но уже считаю что нормально значит вы использовали UDP вот этот UDP да вот вы по нему работаете да нет UDP 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 да потому что я в этом не очень я знаю что ребята просто заходили на него как на сайт прописывали здесь HTML вид сайта вот и вот это вот оно там выводило у вас другое здесь вы предпосылаете поток данных через UDP и TCP правильно я понимаю хорошо это очень интересно ну тогда все вопросов нет значит я увидел ваши графики вот наконец вот он вывел наш контроллер вот он список иконнект можем к нему сделать ага а что такое 121 ID версия это я просто сделал передачу еще ID контроллера и версии то есть чтобы можно было как-то ага а то есть если мы подключим другой там будет другой ID да и да можно окраивать то есть можно будет список все все хорошо ребята спасибо да что то еще нет все я сейчас вам ставлю